Как видно, начинаем наш вебинар. Так, плюсики пошли отлично. Спасибо за внимание. Рада вас слышать и видеть. Не видеть, точнее, слышать. Это вы не видеть, я вас только слышу. Я представляю компанию Мостур. Очень рады открывать эту серию вебинаров по туристическим продуктам города Москвы. Очень приятно, что мы первые. Мы постараемся сделать максимум, дать для вас максимум полезной информации, чтобы вам было интересно, чтобы вам было полезно, чтобы этот сезон у всех у нас прошел максимально хорошо. Спасибо команде Profit Travel, спасибо Московскому комитету по туризму. Мы будем работать, будем делать максимум. И давайте проведем этот час максимально эффективно. Надеемся, вам будет полезно и интересно. В чате работает моя коллега, так что, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Ваши комментарии, оставляйте ваши контакты. Мы с вами обязательно свяжемся. Так что, пожалуйста, чат у нас полностью рабочий. Пожалуйста, мы на связи с вами. Еще что я хотела сказать. Во время этого вебинара у нас будет розыгрыш. Мы будем разыгрывать путевку в наш новый тур. Так что, пожалуйста, внимательно следите за нашим вебинаром. Слушайте условия, участвуйте. И мы будем очень рады, чтобы вы присоединились к нашему туру. Так, ну, пожалуй, давайте начинать. Значит, вебинар будет состоять из трех частей. Сначала я познакомлю вас с нашей компанией, расскажу о том, кто мы, как мы работаем, основные наши направления. Потом мы с вами поговорим про тренды этого сезона. Вообще, тренды и прогнозы – это сейчас такая очень модная, популярная тема. Всем, конечно, интересно, что будет. Мы тоже делаем свой прогноз. Мы отслеживаем, что происходит на рынке, что происходит в других странах. Так что расскажем о том, что думаем мы про этот сезон, как его пережить, что нам делать и как нам сделать так, чтобы он прошел максимально эффективно. Так, и в третьей части мы расскажем про наш новый тур и будет розыгрыш. Да, правильно, у нас розыгрыш двух путевок, так что слушайте внимательно. Так, начнем мы с знакомства с нашей компанией, компанией «Мустур». Мы на рынке с 2006 года. У нас уже очень много постоянных наших партнеров и агентов. Мы очень будем рады новым компаниям, естественно, познакомиться с вами. Основные наши направления деятельности – это прием туристов в Москве, это внутренний туризм, это въездной туризм и школьный туризм. И я сейчас на каждом из этих направлений остановлюсь более подробно. Прием туристов в Москве – это, ну, пожалуй, основное наше направление. То есть мы принимающая компания в Москве, принимающий туроператор. У нас представлено много туров, разные направленности, разных видов, чтобы охватить разные целевые аудитории. У нас есть групповые туры с гарантированными заездами, есть групповые туры под запрос, туры для индивидуальных туристов. У нас также есть эксклюзивные редкие программы, например, экскурсии за кулисы Большого театра, экскурсии Большой Кремлевский дворец. Некоторые из этих экскурсий пользуются вот бешеной прям популярностью, на них сложно попасть, они проходят редко. Но вот у нас есть возможность проводить такие экскурсии. И также у нас есть интересные тематические туры, например, у нас есть туры для родителей и детьми, есть туры по альтернативной Москве. Это такие новые нестандартные туры, которые у нас проходят в технопарках, проходят на новых площадках, флакон, хлебозавод. Вот, то есть мы показываем нестандартные, неинтересные места. У нас есть гастрономические туры, дегустации, есть очень интересная программа по советским местам. Такой тур, мы его назвали СССР, вот назад в СССР, это тур про советскую эпоху. Ну, тоже очень востребован и интересен как у иностранных туристов, так и у наших российских туристов. Вот, а теперь, внимание, мы начинаем наш первый конкурс, прям сразу. Конкурс у нас пройдет в течение всего нашего вебинара. Мы хотим спросить у вас, какие тематические туры были бы интересны вашим туристам и какие уже интересны. То есть есть стандартные классические туры, да, экскурсионные туры по Москве, например, которые, ну, все мы так или иначе знаем. Есть туры какой-то тематики, может быть, это, там, я не знаю, даже йога-туры, может быть, это встречи с какими-то известными людьми, может быть, это там туры, посвященные, не знаю, спорту, еще чему-то, да. Мы хотели бы услышать, какие запросы приходят у ваших туристов, соответственно, какие идеи есть у вас, идеи, подкрепленные спросом. Так что, пожалуйста, пишите в чат ваши идеи и ваши темы для таких тематических туров. И в течение этого вот вебинара мы выберем самую интересную идею, самую перспективную, на наш взгляд. И этот участник вебинара получит от нас три путевку на наш тур, новый тур, который мы сегодня презентуем, тур Москва-777. Это полностью бесплатная путевка на этот тур. Так что, пожалуйста, участвуйте, будьте активны. В чате моя коллега работает, она всю информацию будет собирать. Так что, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, самые смелые идеи, мы будем очень рады. И, кстати говоря, на будущее, если у вас есть какие-то идеи, и вам нужен тур под запрос, у вас есть какая-то тема, и вы хотите, например, туристов по этой теме приглашать в Москву, пожалуйста, мы готовы разработать этот тур вместе с вами. То есть пишите нам, мы открыты к диалогу, очень рады всегда, так что, пожалуйста. Так, итак, конкурс мы начали. Условия понятны? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, так, чтобы мы вас слышали. Так, хорошо. Плюсики пошли, отлично. Пишите, будем рады. Очень здорово. Так, ну, а мы продолжаем двигаться дальше. Дальше я расскажу вам чуть подробнее о нашей компании и, опять же, о следующих наших направлениях. Въездной туризм – это очень тоже важное для нас направление деятельности. То есть мы занимаемся приемом иностранных туристов из других стран и организацией экскурсии и различных программ и туров для иностранных туристов, которые уже в Москве. Мы работаем с VIP-персонами, работаем с делегациями, делаем такие интересные, очень промышленные туры и знакомства с предприятиями. Наши гиды работают на 24 языках. В принципе, мы покрываем вот весь спектр всех возможных туров для въездных туристов, для иностранных туристов. Так что, пожалуйста, если у вас есть запросы, если у вас есть делегации, которые приезжают, группы иностранные, группы часто приезжают через наши ДИП-миссии и так далее, то есть, пожалуйста, присылайте нам запросы, мы все сделаем. У нас максимально хорошие гиды, у нас очень довольны иностранные туристы, все проходит на просто высочайшем уровне, поэтому будем рады. Пожалуйста, все вопросы по въездному туризму, все присылайте. Так, значит, это въездной туризм. Следующая наша очень важная тема – это школьный туризм. Школьный туризм – это одно из основных тоже наших направлений. Ну, так для ориентира, вот наши объемы, да, у нас в месяц отправляется до 200 автобусов с оркольниками. То есть, вот такие у нас объемы. То есть, мы работаем по этому направлению давно, хорошо, все, как говорится, знаем, знаем объекты, знаем правила. Поэтому это направление у нас тоже очень и очень востребовано, очень пользуется популярностью, и тут мы тоже готовы с вами работать. Я на этой теме сейчас остановлюсь чуть подробнее. Если можно, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто работает со школьниками, чтобы понимать, кому эта тема интересна, у кого школьники есть, кто отправляет школьников в Москву. Ага, вижу, плюсики есть, отлично. Так, тогда рассказываю дальше, слушайте внимательно, и после презентации очень вас ждем. Присылайте запросы, мы с вами будем работать очень плотно, очень активно. Так, значит, школьники. Так, еще вот предыдущий слайд, наверное, остановлюсь. Во-первых, у нас есть каталог для школьников, у нас уже более 400 тематических экскурсий. Каталог у нас очень удобный, то есть у нас есть туры по классам, по тематикам, по возрасту детей. Все это у нас проработано вместе с педагогами по школьной программе. То есть здесь вот максимальная эта тема, вот нами разработана очень хорошо, очень удобно подбирать все. Поэтому наш каталог, он очень, конечно, хороший, и, кстати, мы готовы его вам отправить. Так что можете писать e-mail потом, если вам интересно, мы вам отправим каталог. На этот сезон, конечно, корректировать чуть-чуть будем, но, естественно, каталог такой есть, так что, пожалуйста. У нас все программы адаптированы на разный возраст детей. У нас работают специальные гиды, гиды, которые умеют работать с детьми, которые правильно доносят хорошо информацию, которые в контакте с ребятами, они проводят очень интерактивные экскурсии, то есть очень довольны. У нас есть даже наши группы, которые постоянно любят ездить с одним и тем же гидом. Они его просят всегда, говорят нам, вот, только с ним, пожалуйста. Мы его любим, но мы, конечно, прислушиваемся к этим пожеланиям. У нас есть туры для школьников, туры в Москву, туры по России, по Золотому кольцу, в Петербург, Казань. Очень важный вопрос, связанный со школьниками, это транспорт. Все мы знаем, что очень строгие правила по перевозке школьников. Есть специальные требования к транспорту, есть уведомления в ГИБДД, которые нужно. Можно оформлять и правильно подавать. Мы этот вопрос весь решаем. То есть от вас только списки детей, их данные, и дальше все делаем мы. Мы оформляем уведомления. У нас весь транспорт полностью соответствует всем требованиям. То есть здесь мы полностью следуем всем требованиям. Требования у нас никогда, никаких вопросов ни по транспорту, ни по уведомлениям нет. Так, у нас, вот я покажу вам наш сайт по школьному туризму. У нас несколько сайтов у нашей компании. Вот отдельный сайт мы посвятили именно школьникам, поскольку это направление очень большое и требует целого сайта, да, я бы сказала, целого большого каталога. Мостур.ком, заходите, пожалуйста, это наш сайт для школьников. Очень удобный, очень такой современный, новый, с хорошей навигацией, красивый внешне. Я думаю, он вам понравится. Такой приятный сайт, в котором очень удобно работать. У нас есть расписание экскурсий по месяцам, расписание наших туров, у нас есть расписание по классам, по тематикам. То есть на сайте все максимально удобно. Вот здесь представлены наши основные направления, которые у нас есть и на сайте. Экскурсии для школьников. Это вот наш каталог, в котором 400 и больше экскурсий. Это туры для школьников, да, туры по городам России. Прием в Москве. Естественно, это наша такая основная тема, прием школьников в Москве. То есть здесь, опять же, туры могут быть для разных групп. Школьники приезжают на фестивали, на соревнования. Мы делаем какие-то тематические программы. Делаем программы на иностранных языках для разного возраста, на разный бюджет. Вот, кстати, отдельно хотел бы остановиться про бюджет. Поскольку школьники – это такая, скажем так, аудитория, которая чувствительна к цене. Здесь очень часто приходят забросы на бюджетные туры и на бюджетное проживание. И этот вопрос у нас также проработан отдельно. У нас есть очень хорошие хостелы и очень хорошие гостиницы «Три звезды». Это хостелы специально отобранные, где нет никаких мигрантов, никаких там непонятных, скажем так, личностей. Где только это хостелы хорошего туристического класса и по очень-очень низкой цене. То есть это наши такие вот ноу-хау, то есть наши партнеры хорошие. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, если у вас есть запросы на бюджетные туры. И мы делаем... Наши школьники очень довольны. Проживание действительно очень хорошее и очень бюджетное. Так, это что касается приема в Москве. Следующее. У нас есть экскурсии на английском языке. Очень такое интересное, модное, я бы сказала, направление, когда ребята могут попрактиковаться в английском и, собственно, послушать что-то интересное. Есть даже квесты на английском языке с прекрасными ведущими. Очень интересная тема. У нас просто есть квесты на русском языке, обычные, скажем так. Квесты очень хорошие, тоже у нас прекрасные ведущие. Ребята очень любят. И новая такая тоже тенденция – это проводить экскурсии даже в музеях. Такие серьезные экскурсии, но в виде квеста, интерактивных программ. То есть это более интересно, это держит внимание ребят очень хорошо. И вообще квесты пользуются очень большой популярностью. Экскурсии на производство. Это классика. Классика, которая тоже очень популярна. Это фабрики мороженого, фабрики шоколадов, либо заводы. Завод Кока-Кола, елочные игрушки. То есть здесь очень большой спектр. Очень интересно, все это очень любят. Так что производство тоже у нас есть. Выпускные для ребят тоже очень важная тема. Выпускные в Москве, выпускные в других городах проводим. В Питере есть очень хорошая программа «Малые паруса». Не знаю, как она будет в этом году, но будем надеяться, что как-то все пройдет по плану. Профориентация. Отдельная тема тоже очень хорошая и очень востребованная. Ребята приезжают в Москву, чтобы знакомиться с ВУЗами, знакомиться с ВУЗами, в которые поступать, знакомиться с профессиями. И у нас есть специальные профориентационные туры. Это туры для ребят, где они знакомятся с ВУЗами, причем не просто знакомиться, как бывает, на дне открытых дверей, а это такое погружение в жизнь ВУЗа. То есть мы показываем ВУЗ изнутри. Они знакомятся с кем-то из преподавателей, слушают что-то интересное про ВУЗ, смотрят на аудитории, на программы, на те профессии. То есть практически проводят один день в ВУЗе. Очень хорошая программа, очень полезная. Так что, пожалуйста, эти программы востребованы уже с девятого класса, когда ребята только думают о том, кем им стать и какие профессии выбрать. Самые популярные ВУЗы у нас есть МГУ, МГИМО, РГГУ, педагогический ВУЗ, естественно, там много-много других. Очень интересная программа в технопарке Бауманского института. Так что, пожалуйста, по профориентации тоже очень интересные у нас туры. Так что присылайте, ребят, делаем туры максимально хорошие. Так, еще остановлюсь на таком вопросе, как расчет цены. Мы на сайте подошли к этому также очень внимательно и сделали очень удобный расчет цен. Поскольку этот вопрос всегда волнует наших партнеров, наших агентов. А все туры, все цены вы видите на сайтах прямо сразу в режиме онлайн. Все цены актуальны. То есть вы увидите на каждую экскурсию, на каждый тур цены как в табличном варианте, так и расчет цены на любое количество участников. То есть вы просто вводите количество участников, причем не просто 10, 20, 30, а вы вводите 12, 13, 14, 29 человек, сколько угодно, и получаете правильную цену, которая совершенно актуальна. В эту цену включается агентский процент. Обычно это 10%. Для наших, скажем так, постоянных партнеров с хорошими объемами это может быть 15 и даже 20%. Так что цена актуальна, цену вы сразу видите на сайте, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Сайт максимально адаптирован и для туриста, и для наших агентов. Очень удобно пользоваться, так что прям просто приглашаем вас на этот сайт. Пожалуйста, заходите. Так, значит, это вопрос школьного туризма. Если какие-то вопросы еще будут относительно школьников, пожалуйста, пишите нам в чат, мы вам ответим. Можете также присылать нам ваши контакты, если вы хотите получить наш каталог. Ваши вопросы по школьникам тоже, пожалуйста. Так что будем рады с этой темой тоже активно с вами работать. Так, и продолжаем дальше. На школьниках я остановилась. Какие вопросы, обязательно пишите, мы вам ответим. Так, следующая наша тема. Дальше мы продолжаем знакомство с нашей компанией. Благотворительность. Мы вообще активно работаем с нашими фондами-партнерами. Все время у нас есть бесплатные экскурсии. Мы эту тему всегда поддерживаем. У нас есть экскурсии для фонда «Подари жизнь», для пенсионеров, для социальных фондов. Так что мы стараемся, скажем так, активно тоже в этом направлении работать и вообще очень, скажем так, к этой теме относимся очень положительно. Несколько фотографий нашей команды. Мы вообще компания такая современная, стараемся отслеживать тренды, меняться. Мы любим свое дело, мы им горим. Так что мы не просто работаем, а мы любим свою работу, мы любим Москву, мы любим те программы, которые мы делаем. Мы стараемся их делать максимально хорошо, вкладываться, чтобы это было интересно, работать над низкой стоимостью, над тем, чтобы у нас было минимум каких-то заминок и накладок, чтобы все программы были хорошими. В общем, мы стараемся для вас. Так что будьте с нами, будем с вами дружить. Пишите нам, звоните. Так, на этом я постепенно заканчиваю знакомство с нашей компанией. Это такой, наверное, слайд-резюмент, да, то есть вкратце преимущества работы с нами, да, то есть мы надежная компания, мы давно на рынке, у нас много программ, у нас хорошие цены, у нас прямые договора с музеями. Кстати, тоже, что очень важно, в том числе с музеями Кремля. Специальные условия работы с отелями. Только отобранные сертифицированные гиды-экскурсоводы на 24 языках. Новый комфортабельный транспорт. Ну, в принципе, все для хорошей, качественной работы у нас есть, и мы стараемся делать все максимально хорошо. Так что, пожалуйста, будем вам рады. Так, на этом я заканчиваю нашу первую такую часть презентации. Это знакомство с компаниями, с компанией нашей. И дальше мы поговорим с вами про тренды этого сезона. Я надеюсь, вы все пишете в чате. Сейчас я посмотрю, как у нас. Да, у нас тут есть тема. Отлично. Спасибо за вашу активность. Очень приятно. У меня коллега сейчас читает. Будет у нас коллективный выбор самой интересной и самой востребованной темы для тематического тура. Спасибо большое за активность. Очень приятно. Так, продолжаем дальше. Поговорим об основных трендах этого года, этого сезона предстоящего. Тема трендов, да, очень популярная. Всем нам интересно, что же будет, как же пройдет этот сезон. Да, кстати, давайте с вами, знаете, в такую, ну, не игру поиграем, а как бы измерим настроение, как вообще вы относитесь к этому сезону. Если вы относитесь негативно, поставьте, пожалуйста, в комментариях минус. То есть если ваше ощущение, что будет все прям плохо, поставьте, пожалуйста, минус. Если прям очень плохо, поставьте два минуса. Если вы думаете, что будет плохо, но вы это преодолеете и как-то справитесь, то давайте плюс-минус ставьте. Если вы в целом настроены позитивно, то ставьте плюс. Давайте померяем, что у нас есть. О, как хорошо, плюсы появились. Отлично. Не все так плохо у нас на рынке. Даже два плюса, четыре плюса. Плюс-минус, плюсы и минусы тоже есть. Да, минусы тоже есть. Так, отлично. Ну, плюсов, мне кажется, все-таки больше. Я думаю, да, все мы с вами настроены позитивно. Все будем надеяться на то, что туризм восстановится. Да, собственно, куда ему деваться? Люди всегда будут путешествовать, всегда будут развлекаться. Поэтому, наверное, эта тема, она будет жить всегда. И любой кризис, она, конечно, выживет. Так что мы, в свою очередь, тоже бы поставили плюс. Да, сейчас, конечно, время непростое, но мы с ним справимся. Для этого мы с вами и работаем. Так, теперь тренды. Давайте поговорим о том, что же нас ждет и вообще, какой будет этот сезон, как нам кажется. Значит, наши тренды. На чем основывается наш прогноз? Мы отслеживаем наши компании-партнеры в других странах. Мы отслеживаем другие рынки, которые начинают открываться после карантина. Мы делали наш прогноз на основе прошлых годов, на основе того, как проходили кризисы раньше, что происходило после них, как менялся рынок, как менялись продажи. То есть, в принципе, это такой опыт наш российский, опыт иностранный. Это прогнозы других компаний. Мы смотрим, опять же, на рынок, о чем говорят сейчас эксперты. В общем, все мы это как бы собрали и делаем такой наш прогноз на этот сезон. Итак, значит, первый такой тренд. Внутренний туризм откроется раньше, чем выездной. Ну, наверное, все мы с этим согласимся, да, выездной откроется намного позже. По самым оптимистичным уже прогнозам он откроется, там, Европа откроется осенью. Да, кстати, по поводу трендов. Мы сейчас говорим только про экскурсионный туризм. То есть, я не буду сейчас брать тему пляжного туризма, там, Турция и так далее, да. Это все-таки отдельная тема. Сейчас мы поговорим с вами про экскурсионный туризм. Про экскурсионный наш внутренний и в целом про экскурсионный в мире. Поэтому, что касается экскурсионного выездного туризма, да, то Европа, поскольку открывается только осенью, то мы понимаем, что это лето для экскурсионного туризма, это, конечно, время России. Поэтому делаем максимальный акцент на внутренние туры. Все-таки открытие границ летом не предвидится пока. Так, значит, следующее. Мы поговорим о том, что же будет после самоизоляции. Есть разные, скажем так, взгляды на это время. Но вот как мы считаем и как мы, опять же, слышим экспертов, и как мы смотрим на другие рынки, вот очень интересно посмотреть на Китай, который уже открывается после самоизоляции, после карантинного времени. Да, у Китая это уже все прошло, то есть уже у них открыты все объекты, у них открыты рестораны. То есть это рынок, который уже открыт. И мы смотрим, как люди реагируют на этот рынок, как они выходят, да, как туристы себя ведут. И по опыту Китая одни из самых постребованных услуг сейчас – это развлечение и это внутренний туризм. То есть люди засиделись дома, они устали, они хотят новых впечатлений. И мы делаем, в принципе, такой же прогноз на наш сезон. То есть мы считаем, что после периода самоизоляции люди действительно устанут сидеть дома, люди захотят отдохнуть, захотят вырваться из этого и захотят новых впечатлений. Поэтому, товарищи, агенты, коллеги и друзья, делаем вывод для себя. Это наше поле для деятельности. Так что будем работать для наших туристов, чтобы им было максимально хорошо после периода самоизоляции. Так, дальше мы говорим про цены. Наш прогноз, что покупательская способность упадет и, соответственно, вырастет спрос на недорогие поездки. Это мы говорим, естественно, по опыту прошлых кризисов. Это такой естественный вывод, да. То есть сейчас многие компании стоят, сокращаются зарплаты, кого-то просто сокращают на работе и так далее. Есть какие-то сложности. Поэтому люди будут, скажем так, больше склонны покупать бюджетные поездки, бюджетные туры, бюджетные программы. Так, сейчас, секундочку. Так, значит, это мы с вами поговорили про цену. И следующий вопрос – это короткие поездки и туры выходного дня. Опять же, вот, возвращаясь к предыдущему слайду. Если мы говорим о том, что люди сидели дома, у многих сейчас вынужденный простой, то не у всех летом будет полноценный длинный отпуск. Уже многие сейчас говорят, что летом надо будет работать, надо будет отрабатывать весну, надо будет вкладываться. Поэтому мы говорим, что длинный отпуск будет доступен не каждому. Соответственно, люди будут максимально отдыхать во время выходных. Поэтому очень востребованы будут туры выходного дня. Туры субботы-воскресенья и туры с пятницы по воскресенье. Поэтому, опять же, делаем акцент на такие туры. Так, дальше. Делая вот вывод из двух предыдущих слайдов, да, это ориентированность на бюджет и ориентированность на короткие туры. То есть мы говорим, у людей мало денег и мало времени, но они хотят максимально отдохнуть и развлечься. Поэтому будет востребована наполненная программа и максимум впечатлений, максимум услуг за то короткое время и за те деньги, которые люди выделяют на этот тур. То есть люди будут, скажем так, больше обращать внимание на это, да. Они будут больше требовать за свои деньги, они будут больше требовать за то время, которое они, как бы, выделяют на отдых, да. То есть мы говорим, у людей мало денег, у них мало времени, но они хотят отдыхать. Соответственно, мы должны дать максимально наполненные, максимально интересные туры сжатые и бюджетные. Вот такая непростая у нас с вами задача. Еще очень важный момент. Этим летом в России будет такое вообще уникальное время, когда в России не будет иностранных туристов. Вообще иностранные туристы, как мы знаем, их, во-первых, много, да, ими заполнены очень многие туристические объекты. Это, с одной стороны, очень хорошо нам, как компаниям, принимающим иностранных туристов, но, с другой стороны, наши российские туристы часто жалуются. Жалуются на очереди, жалуются на толпы, жалуются на то, что куда-то сложно попасть. А вот это лето у нас пройдет без иностранных туристов. То есть у нас будут более свободные объекты показа. У нас будет, у нас не будет, скорее всего, очередей, да. И мы очень хотим, чтобы наши туристы этим воспользовались. То есть эту мысль для туристов нужно донести. Пользуйтесь, пожалуйста, таким временем, когда мало людей, когда вы можете поехать и увидеть наши прекрасные места, наши парки, наши дворцы, наши разные объекты, когда мало людей, когда нету этих толп. Поэтому вот это очень важный тренд. Мы бы очень хотели, чтобы вы бы вашим туристам, вашим клиентам, гостям обязательно про это говорили. Не все это понимают, но это очень важно. И люди обычно очень хорошо на это реагируют. Поэтому это такой очень важный, я бы сказала, фактор хороших продаж этого сезона. Так, следующий момент. Это то, что лето и осень этого года – это сезон низких цен. И это правда. Уже сейчас мы работаем, например, с нашими партнерами по размещению. Мы получаем уникальные условия, уникальные, скажем так, цены на размещение. Вообще цены на услуги, мы считаем, что они снизятся. Да, может быть, не везде, но все-таки снижение будет. Вот, в частности, вот мы сегодня предложим вам тут наш Москва-777. И это будет тут просто по уникальнейшей цене. Такого никогда раньше не было. И, наверное, больше и не будет. И это действительно момент этого года, момент этого сезона, когда мы можем предложить такие цены, когда нам дают такие цены. И поэтому для туристов это еще один фактор – воспользоваться этим временем, когда они могут получить такие услуги по таким низким ценам. Низкие цены действительно будут. Так, ну и вот, пожалуй, такой общий вывод, да, по тому, что нас ждет в этом сезоне, и какие же туры нужно продавать. То есть будут востребованы короткие туры и туры выходного дня, потому что мало времени. Будут востребованы бюджетные групповые туры. Мало денег, соответственно, люди будут стремиться получить более бюджетные продукты. Будут востребованы индивидуальные туры. Вот я про это не сказала, но тоже давайте немножко остановлюсь на этом. После периода самоизоляции мы ожидаем, что будет некоторое опасение от людей, опасение, скажем так, скопления людей, опасение каких-то толп. То есть часть людей, такая аккуратная, скажем, часть наших туристов, захочет путешествовать небольшой группой, небольшой компанией или своей семьей. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на индивидуальные туры. Они будут востребованы. Они, кстати, есть у нашей компании. То есть у нас есть очень много индивидуальных программ, и мы можем просчитать любую индивидуальную программу под ваш запрос или разработать индивидуальную программу конкретно для вас. То есть если вы понимаете, что спрашивают у вас туристы, пожалуйста, пишите нам. Мы сделаем эту программу, чтобы каждый раз не рассчитывать, чтобы вам было уже удобно с ней работать. И как бы, да, хотим обратить ваше внимание, что индивидуальные туры будут очень востребованы. Да, это еще один продукт этого года. Так, и еще один фактор, о котором я говорила, это максимально насыщенная и интересная программа тура. То есть максимум за то короткое время и те деньги, которые люди выделяют, люди захотят получить максимум. Так что вот, пожалуйста, это основные наши тренды на этот год. Вы можете писать ваши вопросы. Мы с вами даже готовы, наверное, подискутировать будем, если останется время после вебинара. Так, я остановилась сейчас на трендах, и сейчас, наверное, продолжим дальше. Это мы поговорим про наше предложение на этот год. Значит, сейчас вот вы услышали тренды, и мы, в свою очередь, стараемся этих трендов максимально придерживаться. То есть мы на этот сезон хотели сделать такой тур, который был бы вот максимально соответствовал тому, что, как мы считаем, будет. То есть это тур, который будет как бы легко продаваться, ну, максимально легко, да, он будет востребован. Это тур, который как бы отвечает ожиданиям рынка, да, отвечает тому спросу, который появится после вот этого периода самоизоляции, карантина, который у нас сейчас длится. То есть мы постарались сделать максимально короткий тур, максимально бюджетный и максимально насыщенный. То есть мы, наверное, то, что как бы так сложно и так страшно звучит, да, мы сделали, мы это сделали. И мы считаем, прям, это будет такой супер-тур. Мы вообще хотим, чтобы он прямо просто взорвал рынок, чтобы этот тур, чтобы про него говорили, чтобы вам было легко его продавать, чтобы этот тур был понятен для вас, понятен для туриста, чтобы он был достаточно массовым и таким удобным в продаже. Так, наш новый тур, наша новинка этого сезона, наш такой любимый продукт на этот сезон – Москва-777. Откуда, во-первых, семерки в этом туре, да, откуда семерки в названии? Сразу хотим рассказать, да, чтобы вам этот тур запомнился. Ну, семь, конечно, это число удачи. Мы очень хотим, чтобы этот тур был удачным для всех нас, чтобы на рынке с ним было работать хорошо. 77 – это регион Москвы, да, то есть Москва, вот московский регион, непорядковый номер 77. В нашем туре будет 7 топовых мест и 7 экскурсий. Настолько насыщенный тур. В 2 дня мы вместили 7 экскурсионных программ. И цена тура – 7 770 рублей. Это стоимость тура, которая включает экскурсионную программу, проживание и питание. 2 дня в Москве, суббота и воскресенье. Цена, в общем-то, небывалая, даже для нас. То есть мы сами понимаем, что цена низкая, цена очень хорошая, цена должна привлечь нашего покупателя. Так, остановлюсь дальше подробнее на этом туре. Расскажу про программу. Так, вы пока помните про наш конкурс, да, конкурс у нас идет. Пожалуйста, пишите. После конкурса мы, вернее, после вебинара мы выберем победителя, который у нас получит одну из путевок на этот тур, и вторая путевка будет разыграна тоже в конце нашего вебинара. То есть эта путевка в этот тур – полностью бесплатная путевка на одного человека на тур «Москва-777». Так, значит, что еще хочу сказать. Во-первых, да, тур соответствует трендам этого года. Тур мы организовали с нашим стратегическим партнером. Это отель «Миссити Мариотт». Необычный отель для бюджетного тура. И я подробнее потом остановлюсь на отеле. Да, у нас есть просто очень хорошее предложение от отеля. Для клиентов это, опять же, редкая возможность остановиться в таком прекрасном отеле по такой низкой стоимости. То есть мы хотели, чтобы этот тур вообще был максимально таким интересным, приятным, ярким. Поэтому, да, это очень хороший отель и очень бюджетное размещение. Действительно, такого, наверное, больше никогда не будет. Так, теперь поговорим подробнее про программу этого тура. Значит, это у нас сборный тур с гарантированными заездами. То есть мы уже сейчас ставим расписание на этот год. Сейчас мы заявляем даты с июля месяца. То есть мы надеемся, что в июле уже продажи у нас откроются и клиенты уже поедут. Точнее, мы надеемся, конечно, что продажи-то откроются еще раньше. Но в июле уже никаких, скажем так, препятствий для наших туристов не будет. Это сборный тур. Группа до 40 человек. Тур проходит в двух вариантах. У нас есть тур на субботу и воскресенье и тур с пятницы по воскресенье на три дня и две ночи. И также есть у нас еще один тур. Скажем так, это продолжение этого тура. Это комбинированный тур. Москва-777 и Золотое кольцо. Этот тур у нас на пять дней и четыре ночи. И здесь мы в базовой программе нашего тура добавляем два дня в городах Золотого кольца. Мы путешествуем в Ярославль, в Великий, это сам Тростов, Великий, и в Тереславль-Далеский. Это направление мы взяли по Золотому кольцу. Направление очень интересное. Направление любят наши туристы. Мы его выбрали, скажем так, не с Троста. Это действительно будет такой очень яркий, приятный тур. Ну, а тем более на лето Золотое кольцо, загород. Это, конечно, очень приятно будет туристам. Поэтому этот тур, мы надеемся, тоже будет очень востребован. Вот здесь остановлюсь я еще раз на отелях Мариотт. Да, это очень хорошие отели. Вот Мариотт Тверская 4 звезды и Мариотт Грант 5 звезд. Мариотт отели находятся в центре города. Очень хороший номерной фонд. Очень комфортные отели. Очень красивые отели. И, опять же, отели по небывалой низкой цене на этот сезон. Да, у нас эксклюзивное предложение от отелей. Такое, ну, очень хорошее предложение. Поэтому мы очень призываем вас воспользоваться этой возможностью. И, опять же, для ваших туристов это еще один хороший аргумент. Яркая программа. Отель Мариотт. Насыщенная экскурсиями программы. Низкая стоимость. Очень хорошо для продаж. Да, то есть мы стремимся, опять же, чтобы вам был этот тур хорошо продавать, чтобы он был востребован. У нас включена в стоимость завтрак в отеле «Шведский стол». Завтрак очень хороший в этих отелях. Очень вкусный, очень полноценный такой. Поэтому питание у нас, естественно, включено в стоимость. Так, теперь я пройдусь по программе нашего тура «Москва-777». Программа, опять же, программа очень яркая. Мы программу составили таким образом, чтобы она была и такой интересной, и в то же время, чтобы были развлекательные какие-то компоненты, чтобы люди не просто ходили на экскурсии, а чтобы они могли где-то прокатиться, что-то посмотреть и просто получить удовольствие. Опять же, еще один фактор для хороших продаж, что тур, он не скучный. Этот тур очень яркий, очень интересный. Пройдусь сейчас вкратце по программе тура. Значит, встречаем гостей в отеле «Мариотт». Отправляемся на экскурсионную программу утром в субботу в 11 часов. Начинаем программу с обзорной экскурсии по городу. Естественно, мы посещаем основные достопримечательности, фотографируемся. Обзорные экскурсии проходят на хороших автобусах, комфортабельных, с хорошими видами экскурсоводами. Смотрим на Москву. Далее в программе у нас путешествие над Москвой рекой по московской канатной дороге. Необычное предложение для экскурсии, но очень и очень востребованное. Когда мы сейчас стали включать московскую канатную дорогу в наши программы, у нас туристы очень и очень ее любят. Это действительно очень... Ну, это такой аттракцион, и в то же время это возможность посмотреть на Москву, на Москварику. Эти кабинки от московской канатной дороги, они поднимаются высоко. Мы путешествуем от Лужников до смотровой площадки на Воробьевых горах. Там панорамные окна в этих кабинках. Действительно, очень такое маленькое красивое путешествие над Москвой рекой. Повторюсь, все входит в стоимость. Это наша основная программа. Итак, мы путешествуем над Москвой рекой от Лужников до смотровой площадки на Воробьевых горах. Дальше мы останавливаемся на смотровой площадке. Опять же, мы смотрим на город, фотографируемся. Очень красивое место. Москву видно буквально как на ладони. Далее, в этот же день мы едем в центр, и программа у нас продолжает пешеходная экскурсия по Красной площади. Естественно, это маршрут номер один. Это такая обязательная программа по Москве. Все туристы хотят там оказаться. Мы проходимся от Манежа. То есть мы идем по Манежу через Александровский сад, через Красную площадь. Видим Мавзолей, видим ГУМ, видим Собор Василия Блаженного. Спускаемся вниз. Очень хорошая экскурсия, очень интересная. Все основные места, основная информация, яркие фотографии. Все здесь есть. Потом мы спускаемся вниз, и мы спускаемся к парку Зарядье. Зарядье – это новый парк в центре Москвы. Очень красивый, технологичный, там очень интересные объекты, знаменитый парящий мост над Москварикой. Такой уникальный, зависающий, как бы безопорный мост. Все любят тоже там постоять, пофотографироваться. Там красивые панорамные стекла, прозрачные стекла, где красивые виды на город. Так что мы посещаем парк Зарядье. Тоже у нас там проходит экскурсия. Дальше мы обедаем в парке Зарядье в гастрономическом центре. Еще раз повторюсь, обед входит в стоимость. Обед очень хороший, красивый гастрономический центр. Там он очень красиво оформлен сам по себе. Так что это тоже такое красивое место в центре Москвы. Обед тоже, вот наши туристы любят там обедать, и мы включили тоже эту программу. То есть туристы обязательно будут довольны. Так, после этого мы путешествуем, переезжаем на смотровую площадку в Москва-Сити. И мы поднимаемся на 89-й этаж башни Москва-Федерация в Москва-Сити. Там находится смотровая площадка Панорама 360. Опять же, очень интересный экскурсионный объект. Туристам нравится Москва-Сити, футуристические небоскребы, бизнес-центр, офисы компании. Очень интересно это посмотреть. Поднимаемся, видим город с 89-го этажа. Потрясающие виды, панорамные стекла. Очень красиво. Интересный рассказ гида, красивые фотографии. Может быть, уже дело будет у нас вечером, будет как-то красивый, особенно вид Москвы. И еще, что очень важно, на этой площадке у нас проходит неограниченная дегустация мороженого. Такой хороший, приятный бонус. На площадке Панорама 360 расположены линии, паблики мороженого «Чистая линия», и там проходит дегустация мороженого и шоколада. Дегустация неограниченная, что тоже очень приятно. И дети, и взрослые любят у нас поедать мороженое, поэтому совмещаем приятное с полезным. Смотрим на город, едим мороженое, получаем максимум удовольствия. Очень хорошая, яркая, красивая программа. Так, ну и, собственно, на этом первый экскурсионный день у нас заканчивается. Очень яркий, очень хороший, очень насыщенный. Все, о чем я вам сказала, все входит в стоимость. Дальше переходим на следующий, второй день. Еще раз повторюсь, тур «Москва-777», тур выходного дня, суббота и воскресенье. Тур на этот сезон 2020 года. Тур по расписанию сборной группы. Так, следующий день, второй день. Мы начинаем его с пешеходной экскурсии по территории Московского Кремля. Наша компания «Мостур» имеет соглашение, имеет прямой договор с музеями Кремля. Его имеет далеко не каждая компания в Москве. А поскольку мы с Кремлем работаем на таких условиях, то мы нашим группам гарантируем в нужное время экскурсии по территории Кремля. Соответственно, это очень удобно и нам, и вам. Московский Кремль, очень красивая экскурсия, основные, опять же, объекты. Царь Пушка, царь Колокол. Посещаем собор, смотрим на президенту президента. Очень хорошая экскурсия. Естественно, это такой макхеф в Москве. Это место, которое, конечно, все хотят посетить, приехав в Москву. После Кремля мы отправляемся на ВДНХ. У нас продолжается экскурсия по ВДНХ. Тоже очень интересная экскурсия. ВДНХ вообще наш турист очень любит. Сейчас после, скажем так, реновации такой ВДНХ стал новый. ВДНХ очень красивый, все отремонтировано. Красивейшие фонтаны, красивейшие павильоны. Очень такая хорошая, красивая экскурсия. Тем более, это лето на воздухе, парк. Это очень красиво. И тоже туристы у нас это очень любят. И дальше там же на ВДНХ мы посещаем павильон Макет Москвы. Павильон очень интересный. Вот вы видите здесь на фотографии, на презентации, есть кусочек, скажем так, этого павильона виден. То есть это Москва, центр исторический Москвы. Опять же, в виде макета, как на ладони. Очень красиво, очень нравится и взрослым, и детям. Очень интересно. Так что, опять же, гид наш рассказывает про город. Смотрим все это в таком интерактивном формате. Вот. На этом заканчивается наш второй день. Тоже день такой очень насыщенный. Да, то есть у нас Кремль, у нас ВДНХ и у нас Макет Москвы. Очень хороший день, очень такой... С одной стороны, люди могут и погулять, да, это лето. Соответственно, парк ВДНХ, это очень красиво. Так что мы считаем, что вот этот день, этот тур, он будет максимально востребован и максимально, скажем так, интересен нашему туристу. Так, еще на чем хочу остановиться. Вторая, второй вариант нашего тура Москва-777 на три дня и две ночи. Это расширенный тур с пятницы по воскресеньям. И он включает еще один третий день. Здесь я остановлюсь тоже подробнее чуть-чуть. А в третий день мы посещаем инновационный технопарк Сколково. Сколково – это такая изюминка наших программ. Сколково очень любят наши туристы. Сколково, вообще слово Сколково у всех на слуху, да, то есть все знают, что что-то такое новое, какая-то там силиконовая долина, что-то такое происходит, куда-то там государство наше потратило очень много денег, что же там такое построили за эти миллиарды, и что же там происходит. Всем интересно там оказаться, посмотреть. Соответственно, мы как бы воспользовались таким интересом, мы, скажем так, пошли навстречу. Мы вводим экскурсии в Сколково. Мы работаем в Сколково. Тоже у нас есть эксклюзивное право проводить экскурсии. У нас есть свой офис в Сколково. Мы проводим там программы. И, скажем так, эти программы очень популярны. Очень нравятся они туристам, очень интересно проходят. И детям и взрослым программы чуть-чуть разные. Значит, сначала мы проезжаем по территории инновационного центра. Мы смотрим здание, мы смотрим, как люди живут, что там происходит. Это такой как мини-городок. Потом мы приезжаем к зданию технопарка. Вот вы видите его на картинке. Заходим в технопарк и смотрим, что же происходит внутри. То есть мы проходим по территории. Там есть такие интересные экспонаты. Там самый большой 3D-принтер. Там робот есть, который готовит кофе, наливает его посетителям, гостям. Там есть такие интересные, скажем так, фишечки этого центра. Мы смотрим на офисы стартапов. Мы смотрим, как работают резиденты с Колково, что же там происходит внутри. Естественно, мы слушаем рассказ о том, что там происходит и что это за центр. То есть наш гид подробно все рассказывает. Дальше у нас программа может быть немножко разной. Если у нас группа детская, то мы проводим научное шоу. Если вообще группа много детей. Научное шоу тоже очень интересное, интерактивное. Такое с такими яркими фокусами научными. Очень так ярко, хорошо проходит. А для взрослых мы проводим посещение офисов стартапов, встречи с стартаперами. Тоже очень интересно, потому что людям интересна эта тема. Что там происходит, что за люди там живут и работают. Это тоже очень интерактивные и такие интересные программы. Вот, поэтому Сколково – это такая изюминка. Сразу скажем, Сколково всем нравится. Вот никого не оставляет равнодушным эта экскурсия. Это что-то такое новое. Людям очень интересно на это посмотреть. Мы обедаем, кстати, в кафе технопарка. То есть там же, где обедают резиденты. Смотрим, что же они такое едят, отличается ли их обед от нашего. Вот, значит, собственно говоря, вот половину дня мы проводим в технопарке. Дальше у нас идет экскурсия в этот же день по московскому метро. Экскурсия тоже очень красивая. Экскурсия всегда нравится туристам. Да, мы смотрим основные станции, мы слушаем рассказ вида. Экскурсия очень красивая и действительно она такая очень востребованная. Так, это вот наш тур на 3 дня, 2 ночи. Значит, напомним еще раз про стоимость тура. Вот стоимость тура на 2 дня, 1 ночь, суббота, воскресенье, это 7 770 рублей. Стоимость уже включена агентская комиссия. Агентская комиссия база у нас сейчас 10%. Стоимость включена проживание в сети отелей. Морет. Питание входит, два обеда и завтрак. Входит стоимость дегустация мороженого и шоколада. Входит вся экскурсионная программа, про которую я вам рассказала. И входит транспортное обслуживание. То есть вот стоимость, которую мы заявили, это стоимость, которая включает все. Здесь нет никаких подводных камней. Она действительно понятна, она прозрачна. Так, на этом, собственно, мы заканчиваем нашу презентацию. Я только, наверное, хотела бы добавить, что у нас еще есть расширенный тур на 5 дней и 4 ночи. Я о нем говорила, да. Это Москва 777. Сейчас я, наверное, вернусь на слайд назад. Москва 777 и плюс 2 дня в Золотом кольце. То есть мы едем в Ярославль, Ростов-Великий и Переславль-Долеский. Это наш такой еще один тур на этот сезон. Тоже будет стоять по расписанию. Тоже сборные группы с гарантированными заездами. Так, дорогие коллеги, на этом мы с вами будем потихоньку заканчивать вебинар. Я сейчас объявлю начало второго конкурса. И после этого мы подведем итоги первого. Значит, смотрите, второй конкурс у нас будет по нашему расширенному туру. Москва плюс Золотое кольцо. И мы попросим вас придумать название для этого тура. Автор самого яркого и интересного названия получит от нас приз. Путевку в тур Москва 777. Полностью бесплатную путевку на одного человека. Значит, этот тур у нас будет проходить в социальных сетях. Здесь вы видите, я сейчас, наверное, мышкой, указкой покажу. Вот наши социальные сети. Facebook, Instagram. Пожалуйста, заходите в Facebook. В Facebook проходить будет этот конкурс. Мы сегодня в течение дня сделаем пост про тур. И под этим постом просто оставляйте ваши варианты для названия. Если вдруг запутаетесь в соцсети по какой-то причине, пишите нам на почту. Но лучше всего оставляйте в соцсети. Мы посмотрим. Будет интересно посмотреть на разные названия. Да, будет интересно собрать ваше мнение. Так, еще, наверное, коллега у меня сейчас напишет в чат ссылку на наши туры на нашем сайте, чтобы вы могли сразу увидеть, где эти туры находятся у нас на сайте. Это тоже очень полезно. На сайте все у нас есть. Есть стоимость, есть все даты, вся программа. Все на сайте отображено. Так, итак, второй конкурс мы анонсировали. Значит, второй конкурс у нас пройдет в соцсетях. А сейчас давайте подведем итоги первого конкурса. Сейчас я посмотрю, какой вариант выбрала наша команда. Пока мы с вами разговаривали, наша команда должна была выбрать победителя. Так, сейчас посмотрим. Сейчас буду ждать пока ответ, кого же выбрали мои коллеги. И кто же получает у нас приз? Тур Москва-777, путевку, бесплатную путевку в тур Москва-777. Сейчас я жду решения коллег. Пока давайте остановимся на контактах. Чуть-чуть еще расскажу вам. Мы вообще очень открыты к сотрудничеству. Пожалуйста, всегда пишите нам, звоните. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Разработаем какие-то программы для вас и под вас. В контактах вы видите бронирование, экскурсии, туров. Вы видите почту, заказ Москва-Москва. Следующее у нас сотрудничество, маркетинг и наш сайт Москва-Москва. То есть, пожалуйста, заходите, пишите. Мы рады будем новым объектам тоже. То есть, вообще, мы к сотрудничеству, диалогу всегда очень открыты. Так что, пожалуйста, будем вам очень рады. Наши сайты, обратите внимание, Москва-Москва-Москва – это сайт по внутреннему туризму, по туризму и приему в Москве. Здесь наши экскурсии, здесь наши программы, наши туры. И Москва-Москва – это школьный туризм. Об этом сайте я вам говорила во время вебинара. Телефоны, соцсети, пожалуйста, будем на связи. Так, группа ВКонтакте есть. Группа ВКонтакте тоже есть. Давайте мы пришлем отдельно, наверное, вам все данные. Так, вот, вижу победителя. Команда Мостур выбрала победителя. Победителем и тем, кто получит нашу бесплатную путевку на тур 777, объявляется Ирина Малюгина. И тема для тура – «Диджитальная Москва». Отлично. Очень интересно. «Диджитальная Москва». Отличное название. Прямо очень-очень-очень интересное. Спасибо большое за участие всем. Ирина, я вас поздравляю. Мы с вами свяжемся после вебинара. Команда Profit Travel нам передаст все контакты. Мы с вами свяжемся. И передадим вам, скажем так, это право. Поехать в этот тур. И еще раз ждем вас в соцсетях. Вот конкурс пройдет в соцсети Facebook. Добавляйтесь на нашу страницу. Да, обязательно. Оставляйте комментарии под этим постом. Так что будем вам рады. Вообще пишите нам, звоните нам. Мы будем очень рады новым контактам. Будем рады новым агентствам. Очень надеемся, что сезон у нас пройдет хорошо. Надеемся, что этот тур, ну, вообще всем нам принесет удачу и вообще будет хорошим продуктом для этого сезона. Мы будем работать дальше, разрабатывать новые программы, работать вместе с вами. Нам очень интересно услышать ваше мнение. Кстати говоря, у нас пройдет еще наша серия вебинаров. Мы где-то со следующей или через неделю начинаем серию наших вебинаров, где мы будем общаться с агентствами и рассказывать про наши новые продукты. Будем рассказывать про какие-то новинки. Будем как-то с вами обсуждать, получать обратную связь. Поэтому присылайте нам ваши контакты. Мы обязательно добавим вас, расскажем вас про начало вебинаров. Будем ждать вас на этих вебинарах. Будем рады с вами пообщаться, услышать вас. Потому что нам интересно, что происходит у вас, что у вас требовано в регионах, какие туры у вас требованы, какой спрос. Что происходит с туристом. Так что будем с вами на связи. Еще раз спасибо. Рада всех вас была, скажем так, приветствовать сегодня. Еще раз спасибо Profit Travel, спасибо Московскому комитету туризму. Будем с вами работать. Надеемся на хороший сезон. Проведем его максимально эффективно, максимально активно. Всем большое спасибо за внимание. И до встречи, до встречи дальше. Надеемся с вами дальше встречаться периодически. Спасибо большое всем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok